Добрый день, друзья! Продолжаем задавать вопросы Максиму Борисовичу. И вопрос следующий. Хотелось бы услышать про противопоказания применения кваса и бальзама Болотова. Ну, квас на чистотеле, наверное, имеется в виду. Ну, опять-таки, уточните вопрос. Квас хлебный, квас на основе лекарственных растений. Я уточнил, мы говорим про квас на чистотеле. Давайте говорим. Квас на чистотеле и бальзам Болотова. Квас есть продукт молочно-кислого брожения. И технология сбраживания, в том числе и лекарственных растений, она основана на естественных процессах, на дрожжевых бактериях, которые есть в природе, в том числе в нашем организме. Мы все прекрасно знаем, что многие вещества нужны нашему организму. Мы не можем получить из природы, потому что их там нет. Их синтезируют те бактерии, которые составляют основу нашего всего микробионтного состава желудочно-кишечного тракта. Причем в каждом отделе должны жить именно свои бактерии, именно правильные, ни в коем случае не другие. И фермент на чистотеле выполняют роль метлы. Почему? Потому что молочно-кислые бактерии, которые сбродили к вас на чистотеле, сам чистотел очень ядовит. И кроме улитки и козы, никто в мире его не может кушать и питаться. Без посредствий для своего организма. Человек отравливается этими токсинами. И молочно-кислые бактерии, которые выжили в составе сока чистотела, они очень сильные. Они самые сильные. И поэтому они работают как метла. Они выгоняют в силу гневостную патогенную микрофлору желудочно-кишечного тракта. Он является теми защитниками, которые потом формируют правильную микрофлору. Ацедофильную и так дальше. Противопоказаниями к нему является только одно. Его нельзя пить постоянно. Его нужно использовать профилактически. К примеру, две недели попили, потом пауза и смотреть по состоянию здоровья. Каждый день пить квас. Прислушайтесь к своему организму. Потому что лучшим доктором для вас является обратная связь из вашего организма, которая вам ответит «хочу, не хочу». На этом основан принцип лечения неизвестных болезней неизвестными лекарствами. Вы утром встали, у вас стоят банки с разными квасами. На чистотеле, на полыне, на банановых шкурках, на каштанах. К примеру, классика. Вы берете и пробуете из каждой банки. Вот этот не нравится. Этот, ну, что-то такое. О, вот этот нравится. Вот, это вам подсказка о том, что вам сейчас нужен этот квас. Организм включает обратную связь. Потому что наши органы очень чувствительны. Наш нюх чувствует одну молекулу на миллион. Наш глаз видит один фотон, единицу света. Точно так же и наш язык. То есть почти такие же органы на языке, как и в носу. Поэтому мы носом можем тоже ощущать вкусность и полезность. Хотя некоторые моменты нас обманывают. К примеру, мы не различаем щелочь и кислоту. Оба эти вещества у нас вызывают реакцию кислой. Поэтому у людей возникает чувство о том, что закисляемся, защелачиваемся и так дальше. Мы не различаем. Поэтому прислушиваемся к себе. Вторая часть вопроса, это по поводу бальзама Болотова. Значит, ну, как бы возвращаемся к предыдущим лекциям о том, что... Что такое бальзам Болотова? Это компенсация тех веществ, которых не хватает для нормализации желудочного сока нашего организма. Потому что вы помните тот тезис, что у человека с 20 до 50 лет в 5 раз падает количество собственной соляной кислоты. Плюс он сидит на диетах. Плюс он послушался наших уважаемых врачей, которые кричат, соли нельзя. Вот. Не определяя, каких солей нельзя. Вот. Начинает пихать человека солями кальция, коралловый кальций и прочее. Ересть. Вот. То есть продуктами распада. Коралл переработал кальций и выдал в качестве продуктов распада. Пришли умники, размололи и говорят, на, тебе нужен кальций. Вот. В этой связи вспоминается хороший анекдот. Когда приходит сосед к соседу, так ему щупают голову. Говорит, ты знаешь, у меня такое впечатление, что тебе кальция не хватает. Говорит, чего ты взял? Ну как, говорит, я уже вторую неделю с твоей женой там кувыркаю. У тебя рога до сих пор не прорезались. Вот. Я сразу попросил противопоказание. Вот. И поэтому бальзам является компенсационным составом для нормализации собственного желудочного сока. Особенно он показан при отравлении. Особенно он показан, если мы не то скушали. Особенно он показан, если мы заболели. Вот. И в итоге, если мы нормализуем свой желудочный сок до состояния желудочного сока здорового человека, то болезни автоматически будут уходить. Не сразу, естественно, потому что процесс регенерации длительный. Длится там от двух недель до четырех лет. В зависимости от того, в каком месте это все находится. И сказать о том, что противопоказано. Присушивайте своему организму. Мой товарищ раз в году пьет бальзам, настойный на желудочный кесера. У него были проблемы с сердечным ритмом. Вот он пропивает в течение месяца. Потом говорит, год даже не смотрю на эту бутылку и так дальше. Проходит год, весеннее обострение, авитаминоз. У него уже бутылка стоит на столе. Он начинает пить бальзам усиленно. Мне звонит. Все, я бальзам пью. Я, наверное, в себе уже выращиваю. Микрофлоры восстановляю себе и у детей. Через месяц говорит, все. Фу-фу-фу, как бабка пошептала. Вот. Говорить о противопоказаниях не могу. Точно так же, как и говорить о противопоказаниях нормального желудочного сока. Человеку противопоказан нормальный желудочный сок, который у него в организме. Только тому, которого по отцам отправляют. Как минимум. Хорошо. Продолжение следует...